Уважаемые коллеги, действительно очень сложный и одномоментно простой вопрос, потому что, к сожалению, этот диагноз ставится просто так. Есть боли в животе, не очень понятно почему, дискинезия, желчеводящие пути, но буквально открываешь везде. На данный момент мы с вами понимаем, что ситуация изменилась, изменились и коды, изменилось и представление об этой патологии. Если мы с вами посмотрим римские критерии 2, вот здесь вот четко совершенно сказано, это еще 1999 год, когда дисфункциональные расстройства бильярдного тракта оценивались как комплекс клинических симптомов, развивающихся в результате моторно-тонических дисфункций желчного пузыря, протоков, сфинктеров без признаков органического поражения, воспаления, либо камнеобразования. Что изменилось на данный момент? С 2016 года существуют римские критерии 4, которые изменили наше представление о функциональных дисфункциях, функциональных изменениях в гастроэнцентинальных расстройствах. Если мы с вами вспомним, как мы, мы же всегда с вами знали, что если ребенок имеет органическое поражение ЦНС, у него есть эпилепсия, он получает какие-либо препараты, либо посттравматические какие-то ситуации, у него достаточно часто возникают любые изменения желудочно-кишечного тракта. Чаще всего это запор... Прошу прощения. Это могут быть и запоры, это могут быть и тошнота, рвота и многие другие симптомы, когда мы не находим органической патологии, но это есть. В 2016 году созданы вот эти римские критерии 4, где действительно уже была проведена ось центральной нервной системы, желудочно-кишечный тракт, как проявление расстройств и их взаимодействия. Если мы с вами посмотрим, то коды европейские, коды российские, МКБ, они несколько отличаются. Мы специально создали вот такие вот таблицы, для того, чтобы было понимание, что откуда взялось. По европейским кодам РИМ-4 функциональное расстройство желчного пузыря кодируется Е1. Мы с вами можем кодировать как дискинезия желчного пузыря, у нас так и остался этот диагноз, другие уточненные болезни желчного пузыря, и сюда входит целый спектр различных заболеваний. Функционально-биллиардное расстройство, дисфункция сфинктера ОДИ или спазм сфинктера ОДИ. Функционально-панкреатическое расстройство сфинктера ОДИ, у нас дистония сфинктера ОДИ. То есть эти коды мы можем с вами использовать, но надо просто понимать, когда что произошло. Если мы с вами посмотрим, что представлено в римских критериях 4, то функциональное заболевание биллиардного тракта трактуется как комплекс клинических симптомов, которые развиваются в результате дискоординации центральной нервной системы, вегетативной нервной системы, моторно-тонической функции желчного пузыря, желчных протоктов, сфинктеров и нарушения тонуса или дистонии сфинктера ОДИ. То есть все стало вроде бы сложнее, но стало более понятно в этой ситуации. Дисфункция биллиардного тракта. Если посмотреть на распространенность данной в Европе, то в странах Европы они дают 5-15%, в Ирландии и Греции 4-5%, в Швеции 39%. Примерно 70% патологических состояний со стороны биллиардного тракта начинает проявляться в детском возрасте. В Европе и России частота желчекаменной болезни, которая тоже встречается, к сожалению, нередко в нашей ситуации, составляет примерно 10-15% и увеличивается до 30% у пожилых пациентов. А если брать страны, такие как Япония, у них вообще, вернее, не Япония, а Чили и Южная Америка, у них вообще дается до 80% наличие желчекаменной болезни у взрослого населения. Если мы с вами посмотрим, что же влияет на процесс желчоотделения желчного пузыря, то здесь несколько таких вариантов. Во-первых, очень высокий градиент давления в 12-перстной кишке. Соответственно, точно такое же высокое давление будет и в протоках. Нерорегуляторные факторы – гастрин, секретин, холецистокинин, которые сами по себе дают спазм сфинктеров. Эндокринные железы, поджелудочные железы, щитовидные железы, то есть гормональная зависимость тоже будет изменять функциональное состояние этих органов. Центральная нервная система и вегетативная нервная система в итоге приводят к этому комплексу проблем. И здесь мы можем с вами понять, что существует первичное нарушение и вторичное. Первичная дискинезия обусловлена нарушением оттока желчи или панкреатического секрета в 12-перстную кишку при отсутствии органической патологии. То есть, когда есть либо дисфункция желчного пузыря, либо дисфункция сфинктера ОДИ. И вторичные дискинезии могут сочетаться с любыми другими заболеваниями, с тем же хроническим панкреатитом или желчекаменной болезнью. Первичная дисфункция билиарного тракта. Мы с вами понимаем, что это нарушение гуморальной регуляции билиарной системы, любые неврозы, стрессы и так далее. Резкое снижение мышечной массы. Сейчас очень много девочек, которые подростки начинают прятаться от мамы, делать вид, что они едят, вызывая у себя искусственную рвоту. Резко снижается вес, у них достаточно часто возникают вот эти самые дисфункции. Они обращаются с тошнотой и запорами. Умершение режима питания, перенесенные острые инфекции. Как следовой фактор инфекции давным-давно нет, а ситуация не улучшается. Аллергические заболевания. И, к сожалению, все наши слизистые системы, они не инертны сами по себе. Если есть аллергия, допустим, поленоз, то вполне возможно обострение и этих ситуаций в момент обострения того же поленоза. То есть плюс пищевая аллергия, которая тоже у этих пациентов присутствует. Эмоциональный стресс. К сожалению, родители хотят, чтобы дети были лучше нас, достигли большего, чем достигли родители, и начинают на них очень большую нагрузку возлагать в обучении и физическую нагрузку, что дети просто не выдерживают. Вторичные дисфункции. Это вестеро-висцеральные пароксизмы, рефлексия при патологических состояниях органов пищеварения, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные заболевания кишечника, глистные инвазии, паразитарные инфекции, заболевания центральной вегетативной нервной системы и системные заболевания, например, сахарный диабет либо любые другие заболевания. Если мы посмотрим структуру, на базе больницы имени Башляева было проведено очень большое исследование под руководством Ирины Николаевны Захаровой, когда было обследовано 160 детей с патологией верхних отделов желудочно-кишечного тракта, дети от 4 до 15 лет. И вот посмотрите, характер патологии, который был выявлен. Более часто выявлялись хронические гастродуадениты плюс дисфункция билиардного тракта. И посмотрите, это 87%. То есть высокое давление в 12-перстной кишке, любое воспалительное изменение дает такой же отек вот этих выходных каналов, которые должны открываться в 12-перстную кишку. Так называемый реактивный панкреатит. То есть поджелудочное отреагировало за счет высокого давления, высокого градиента давления в протоках именно отеком, изменением структуры по данным ультразвука. Хронические запоры встречаются примерно у каждого третьего ребенка. И только у 4% этих детей с дисфункции билиардного тракта был выявлен лимблиоз как дополнительный паразитоз. Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь тоже была достаточно редкой, хотя это чувство тошноты. И отрыжки у них достаточно часто присутствуют. Если мы с вами посмотрим, что продвижение желчи, от чего оно зависит? Тонус желчных протоков и моторики желчного пузыря. Состояние запирательного механизма, шейки желчного пузыря, концентрация собственного желчи, она может быть густая, грязная желчь, и функции сфинктера Одди. Если мы с вами посмотрим, при недостатке желчи в процессе введения кишечника, что происходит? Тормозится двигательная активность кишечника, уменьшается всасывание кальция, витаминов, особенно жирорастворимых витаминов, за счет недостатка желчи. Увеличивается риск развития остеопороза, снижается уровень тибриногена, снижается уровень гемоглобина, и возможно развитие цирроза, язв и так далее на фоне длительного заболевания. Симптомы билиарной дисфункции. При обследовании боли в животе отмечались у 95% детей. У кого-то тупые, у кого-то острые. В основном все были боли связаны с проблемами после еды. Если мы посмотрим на еще интересные симптомы, пузырные симптомы, только у половины пациентов были. Нарушение моторной функции только у 30 пациентов. У всех остальных вот эта горечь во рту, болезненность при пальпации, не настолько яркие проявления, поэтому диагностика в детской практике действительно очень сложная. По данным римских критерий F4, все изменилось. Критерий дисфункции желчного пузыря в соответствии с консенсусом Рим-4, это обязательно бильярдная боль при отсутствии бильярдных камней и других структурных заболеваний. Может быть, еще поддерживающие критерии, которые помогают нам в постановке диагноза, это низкая фракция выброса желчного пузыря, менее 40% при сцентографии. В Европе они больше опираются на такие более сложные методики обследования. Мы можем с вами использовать ультразвуковое исследование. Ирина Николаевна дальше будет говорить о том, как это проводится. Это нормальные трансаминазы должны быть и нормальный уровень связанного билирубина и липаза. То есть у нас нет воспаления желчного пузыря, у нас нет воспаления печени и нет воспаления поджелудочной железы. Критерий дисфункции сфинктера Оди в соответствии с римским критерием 4. Критерий бильярдной дисфункции сфинктера Оди, это должны присутствовать все критерии. Коллеги, это бильярдная боль, повышение печеночных ферментов или расширение желчного протока, либо то, либо другое, отсутствие камней желчного протока и других структурных аномалий. В поддерживающие критерии относятся нормальные показатели амилазы, аномальная манометрия сфинктера Оди, когда есть изменения, гепатобилиарная сцентография, которая тоже может быть использована. А критерии панкреатической дисфункции сфинктера Оди должны присутствовать все критерии. Это рецидивирующие эпизоды панкреатита с типичной болью, повышением амилаза или липаза, более чем в три раза, визуальные доказательства острого панкреатита. Исключаются другие причины панкреатита. Отрицательные результаты ультразвукового исследования аномальная манометрия сфинктера Оди. А мы с вами знаем, что примерно 30% хронических панкреатитов у детей занимают желчекаменные проблемы. Здесь мы с вами говорим о том, что нет камней в желчном пузыре. Лабораторное исследование. Что же мы можем сделать и что нам поможет в постановке диагноза? Мы с вами понимаем, что клинический анализ крови, если нет острого воспаления в этой ситуации, мы можем, конечно, его взять, и мы его стандартно берем для того, чтобы иметь хотя бы понимание о состоянии организма ребенка, но клинически он нам не помогает совершенно, потому что только при присоединении воспалительного процесса будет лейкоцитоз. И все это будет коррелировать с тяжестью холиатитита. Но это уже не дисфункция, это воспаление. В капрологии. При холиопатии в программе могут быть капли нейтрального жира, умеренное количество жирных кислот, каловая масса имеет блестящий цвет, тенденции к запорам. Чаще всего мы это, в общем, видим. В биохимическом анализе крови, как правило, мы не видим никаких изменений. Могут быть незначительные повышения трансаминаз, повышение щелочной фосфатазы, при обострении холецистита. Уровень билирубина, как правило, нормальный, если мы не говорим о синдроме холистаза, либо болезни Жильбера или других обменных нарушений. Если мы посмотрим на уровень белка, амилаза и так далее, эти показатели будут нормальными. Инструментальные и аппаратные методы исследования. Что мы с вами можем в практической жизни для того, чтобы действительно четко поставить диагноз и что-то сделать? Так вот, посмотрите. Инструментальные и аппаратные методы исследования широкий спектр возможностей имеет от инвазивных до сложных. Но в свете рекомендаций и Российского общества гастроэнтерологов, и рекомендаций РИМ-4 выбор за малоинвазивными методиками. Об этом говорится совершенно с очень четким упором. Почему? Самое простое и доступное. То, что у нас сейчас... У нас же все родители говорят, как нам надо обязательно сделать ультразвук. Зачем ультразвук? Как ультразвук? Совершенно непонятно. Обязательно сделать. Во многих коммерческих клиниках вообще говорят, мы не записываем гастроэнтерологу, пока они исходят на УЗИ. А вот что смотреть на этом УЗИ? В общем, чаще всего, когда к вам приходит такой пациент, это ультразвук, который малоинформативен, ни о чем не говорит. Почему? Если мы делаем статический метод исследования, просто банальное ультразвуковое исследование брюшной полости, это только как скрининг. Что мы можем посмотреть? Размеры органов. Печень справа, селезенка слева, размеры поджелудочной железы, наличие и отсутствие конкрементов опухолей. Все. Больше это исследование нам не дает диагностической ценности. Ультразвуковое исследование с проведением динамической холиграфии после приема холикинетика. Да, это исследование очень хорошего качества, очень большую оценку нам дает, особенно при правильном выполнении, 80-90% диагноза. Но каждому ли это нужно? И можно. Мы сейчас с вами к этому придем. Следующий момент. Фракционное хроматографическое зондирование. На самом деле, в сегодняшней жизни, я не знаю клинику, где бы это применялось. Собственно говоря, практически от этого ушли, потому что оно достаточно инвазивное, тяжелое и для пациента, и для исполнения, и имеет на выходе не такую диагностическую ценность, как хотелось бы получить. Сцентография желчного пузыря и желчеводящих путей. Прекрасное исследование, которое очень хорошо работает, правда, делается не во всех клиниках, потому что, опять-таки, используются радиоизотопные препараты, которые имеют определенный спектр хранения, используются это только в определенных клиниках. Но это делается, исследование малоинвазивное и достаточно хорошо информативное, когда мы четко можем посмотреть накопление радиоизотопного препарата в гептобилярной системе в физиологических условиях. Следующий момент. Через кожное, через печеночное холангиографии. Крайне инвазивный метод исследования проводится только по струким показаниям, когда нет другого возможности поставить диагноз. Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография с монометрией сфинктера ОДИ. Вроде бы, казалось бы, все хорошо, можно все посмотреть, можно даже исследовать сфинктера ОДИ, однако осложнения от этого метода настолько имеют серьезные противопоказания, что в детской практике практически не используются. Эти две методики, они крайне инвазивны, поэтому, учитывая осложнения, которые возможны, частота осложнения при проведении эндоскопической ретроградной холецистопанкреатографии 2-3%, а 0,1-0,2% летальных исходов – это данные у взрослых. Поэтому, к сожалению, при всей возможности, в общем-то, нашей возможности технической, стараемся этим не пользоваться. Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография с монометрией сфинктера ОДИ мы уже с вами обсудили. Компьютерная томография используется для диагностики опухоли желчного пузыря метастазов. Да, прекрасный метод, очень хорошо видно, но каждому ли нужна томография? Это достаточно высокое облучение, и информацию, которую мы можем получить по ультразвуку, будет примерно соответствовать этому. А вот МРТ холангиопанкреатография – удивительный метод, который сейчас мы с вами имеем возможности это использовать в виде 3D-картинки с полностью очень красивой картиной всех желчевыводящих протоков без использования каких-либо контрастных веществ. Поэтому исследования проводятся у детей под наркозом. Есть некоторые ограничения, поэтому надо об этом помнить. Если дается наркоз, частота дыхания выше, чем нужно. Как правило, датчики в большей степени стоят именно дыхательные. И если стоит дыхательный датчик, то больной должен задерживать дыхание, что невозможно сделать под наркозом. Поэтому, если специалист высокого класса, он и под наркозом посмотрит все, что необходимо. Если специалисты не очень опытные, для них это всегда вызывает большую проблему. Тем не менее, исследование может проводиться. Самое доступное, самое простое для нас с вами – это ультразвуковое исследование. Статистический метод, как мы уже говорили, нам покажет только чисто, что орган есть и в каком он состоянии. А вот функцию органа мы должны посмотреть с вами по специальной шкале. Надо помнить, что, во-первых, размеры желчного пузыря имеют разницу для каждого возраста. Есть существующая абсолютная емкость, которая была рассчитана еще, извините, 1906 год, когда не было никакого ультразвука. Тем не менее, именно этой таблицей пользуются до сих пор все ультразвуковисты, потому что она оказалась универсальной. Особенностью строения желчного пузыря нам может дать эстетическое исследование ультразвукового, когда мы с вами видим перегиб желчного пузыря, вот здесь у нас с вами два перегиба желчного пузыря, вот такой вот с множеством мембран, такая аномалия развития, и вот он, конкремент, который неоднородный, имеет световую дорожку. Если мы с вами посмотрим, что динамическое УЗИ должно соответствовать физиологии, поэтому проводиться оно должно правильно. Если у вас ребенок утром завтракал, и в 2 часа дня или в 4 часа дня пришел на это исследование, вероятность того, что вы получите адекватные результаты, никакая. Поэтому вы должны четко понимать, что если у вас ультразвуковист принимает с 4 часов, то смысла делать это исследование, в общем-то, нет. А если даже у вас ребенок будет голодать до 4 часов дня, то все физиологические процессы уже пошли, и вы не получите ту картину, которую хотели. Во-первых, неинвазивное. Для соблюдения физиологических критериев желчеконный завтрак не может превышать 1-2 глотков. Тогда мы видим физиологическое сокращение желчного пузыря. Оценка сокращения проводится с учетом состояния и желудка 12-перстной кишки, изменения их моторики, поэтому это тоже смотрится. И самой распространенной ошибкой является измерение объема желчи, который остался в желчном пузыре, а принципиально столько, сколько желчи выделилось. Поэтому для этого существуют специальные методики. Противопоказания. Какие же противопоказания вроде бы к такому простому и такому малоинвазивному исследованию? Но они есть. Вот посмотрите. Эти данные нам представил профессор Пыков. Ребенок 13 лет. Продольное сканирование желчного пузыря из-под правого подреберья. Формы стенки органа не изменены, а в просвете множество включений в признак дискалии грязной желчи. Вам, наверное, плохо видно. Ребенок 12 лет. Инфекционный гепатит, отек, форма пузыря правильная, стенки утолщены, отечены. Также выражен отек парапузырной клетчатки. То есть, видите, вот этот двойной контур такой, вот мы здесь видим, является абсолютным противопоказанием. Камень желчного пузыря, который я вам показывала ребенку, 15 лет. Холецистит, желчекаменная болезнь. Абсолютное противопоказание для проведения исследований моторной функции. Ребенок 14 лет. Гиперпластический холестериноз. Вот желчный пузырь, который весь состоит из мелких камер. И, как правило, при пробе желчегонным завтраком они вообще не сокращаются. То есть, это кандидат на удаление, что один, что другой, на холецистоктомию. Если мы с вами посмотрим, вот девочка, 6 лет. Периодически боли в животе, склонность к запорам. В раннем анамнезе, атопический дерматит. Улучшение только было на фоне эллиминационной диеты. Убирали сладости. Колики в раннем возрасте. Изменение стула было на молочной смеси. И расценено было. Ей только 6 лет. И, тем не менее, дисбактериоз все равно звучит. Переносит один раз респираторную инфекцию до года. В 3 месяца при амбулаторном осмотре. Выявляется шум в сердце. После проведенного обследования выставляется диагноз. Врожденный порог сердца. Дефектные желудочковые перегородки. Открытый артериальный проток. В 8 месяцев ребенок оперирован открытым доступом с искусственным кровообращением. К 6 годам сформировала стойкие запоры и поленос. Никто ей специализированное питание до года не назначал. В 3 года при диспансерном наблюдении. 2 года после операции. В позе выявляются конкременты желчного пузыря. Если в августе 2015-го 2 камня по 2-3 мм без стенки. Без стенки были тонкие. Через месяц у нее 2 камня уже по 4 мм. Однако никто не видит тени. Стенки тонкие. Поджелудочная железа не изменена. А запоры и колпа типа овечьего. Кровь в калии за счет трудной дефекации уже есть. Опять-таки никакого лечения ребенок не получает. Март 2016 года. Еще у нас полгода проходит. 2 камня по 3,5 мм. И уже у нас четкая акустическая тень. И камни расположены ближе к шейке. В ноябрь еще полгода проходит. 2 камня по 5 мм с четкой акустической тенью. Увеличение размеров поджелудочной железы. Неоднородной структуры. И клинически появляются приступы тошноты, горечи во рту, рвоты, стойкие запоры. Гастроэнтеролог смотрит ребенка через месяц после выявления. По поводу желчекаменной болезни. Назначается очень короткими курсами по 2 недели. Курсовый орсодезоксихолевой кислоты. На фоне приема мама отмечает, что у ребенка появляется рвота, боли в животе. И в ноябре этого же года в связи с нарастанием желоб они обращаются к другому гастроэнтерологу, который смотрит ребенка, пишет ей диагноз антральный гастрит, ассоциированный с хеликобактер пилори, активная стадия, желчекаменная болезнь, период камненосительства. В лечении используются ингибиторы протонной помпы, антоциды, в девочке запоры, амоксицелин, иметранедозол на лечение геликобактерной инфекции, ЛГГ, препараты висмута и физиотерапия магниты на эпигастре. Со слов мамы отмечается некоторая положительная динамика в течение 2 недель после отмены препарата. Все, дальше. Ирина Адин, можешь на секундочку вернуться? Вот диагноз желчекаменной болезни стадия камненосительства у меня вызывает. Ну что выписала? Коллеги, желчная каменная болезнь, если удалили пузырь, его нет, потому что вот эти все попытки удалить эндоскопически, они безрезультатны. Желчный пузырь – это единая мышца. И когда вы ее разрезаете, пытаясь удалить камень, потому что есть такие сейчас частные структуры, которые пытаются больных развести на деньги, и говорят о том, что мы вам удалили пузырь, не будет работать, нарушена его иннервация. Поэтому если вы ставите диагноз желчнокаменная болезнь взрослому, то однозначно удаление. Когда у ребенка есть сладж-синдром или много мелких, ну вот сейчас я лечу ребенка 3 месяца, коллеги, но можете представить, в месячном возрасте обнаружен сладж-синдром. Ну, дали ему урсодезоксихолевую кислоту маленькую дозу. Через полтора месяца он попадает в подольскую больницу, где его лечат по поводу простого бронхита и назначают цевтриаксон. Выбрали препарат, самый опасный в плане сладж-синдрома. После этого у него в результате этого лечения образуется уже такой булыжник у шейки. Ну вот мы сейчас его, ну жалко, представляете, 3 месяца лишить его желчного пузыря. Мы ему дали дозу 25 миллиграмм на килограмм. Они рассыпались, да, то есть стали мелкими, но с надеждой, что они за счет того, что периодически как-то они там выскочат. Предупредила мама о том, что если будет орать так, что и волосы встанут дыбом, да, срочно дать нож и везти в больницу. Тогда уже не удастся. Но это вот стадия камненосительства. То есть, ну, Ирина Владимировна, я специально, я понимаю, что это не ваш диагноз, но вот выдуманные диагнозы, поэтому мы это должны высмеять и обсудить, потому что ни другое не бывает, да, то желчнокаменная болезнь, она и есть. А камень удалили, пузыря нет. Ну, Ирина Николаевна, вот мы же ничего не придумываем. Коллеги, обратили внимание, сколько мы вам больных показали сегодня, правда? Все-таки на больных все лучше запоминается. Ну, сколько мы не говорим, но вот, пожалуйста, вот эта ситуация, она действительно, но я вот не перестаю все время говорить, Ирина Николаевна может испытывать гордость, потому что этот ребенок попал первый раз в три года к астронтерологу, который учился у нас на первичной подготовке, да, и вот все дальше телодвижения уже пошли с обследованием, лечением, всем остальным, да, уже вот потому, как лечит весь мир, не потому, что там кто-то что-то придумал, да, а вот именно так, как лечит весь мир и как весь мир, в общем-то, ведет этих детей. Вот когда она все это обнаружила, она позвонила, попросила ее госпитализировать, ребенок, по-моему, в Калуге, вот, а она попросила госпитализировать для того, чтобы провести исследование, потому что никто у них там не мог определить, что же можно делать этому ребенку, да, и какое исследование делать, и как жить дальше, потому что ушел из окружесухолевая кислота по две недели, безусловно, если они еще неправильно принимали, она могла плохо переноситься, и дозу, к сожалению, мама не помнила, а в амбулаторной карте ничего нет. Поэтому ультразвуковое исследование, которое было проведено, вот вы видите, это был в феврале этого года, что мы видим? Умеренные диффузные изменения поджелудочной железы, желчный пузырь нормальных размеров, овальной формы с небольшим изгибом в теле, и в просвете визуализируются два плавающих конкремента по 5 мм. Вот они есть, да, вот. Очень долго смотрели ребенка, 40 минут, пока увидели, что и камня два на самом деле, да, потому что находятся они, причем это плавающие камни, потому что в первом ультразвуке они были ближе к шейке, сейчас они не ближе к шейке, они находятся в теле желчного пузыря, но тем не менее они есть. И закономерный вопрос, который у нас всегда возникает. Какой желчегаунный завтрак применить для проведения динамической холиграфии с ультразвукового исследования? Ну, хорошо. Хотя мы услышали. Конкременты желчного пузыря являются категорическим, абсолютным противопоказанием каким-либо ультразвуковым исследованием именно применением каких-либо препаратов. Что можно использовать в этой ситуации? Обычный завтрак – то, что ест ребенок всегда. То есть обычная еда, вот, которая есть. Если ребенок ест у вас кашу, можете дать точно так же кашу и посмотреть сокращение. Это будет просто физиологическая констатация факта. Это никак не говорит о функции, но сохранена она или нет. Вот все, что мы можем здесь увидеть. Если мы с вами посмотрим на уровень к парологии, посмотрите, вообще никаких изменений нет при всем том, что запоры у ребенка присутствуют. Ребенку проведена обзорная рентгенография грудной клетки и брюшной полости. Объясню для чего. Ребенок оперирован по поводу врожденного порока сердца. Перед тем, как провести МРТ-холангиопанкреатографию, о котором мы говорили, и в принципе исследование совершенно неинвазивное для ребенка, однако мы с вами знаем, что это очень интенсивные магниты. А мы не знаем, чем ее прошили. Прошили ли ее специальным клипированием с применением металлов, либо там металлической конструкции не было. Потому что мы позвонили в институт Бакулева, они сказали, что обычно мы не применяем, но что было у этого ребенка, мы не знаем. В выписке ничего не написано, поэтому выход был какой. Сделали рентгеновское обследование. Мы не увидели никаких скобок, поэтому противопоказаний МРТ-холангиопанкреатографии у этого ребенка не было. И второй момент. Камни были не рентгеноконтрастные. То есть для нас это говорит о том, что все-таки кальция там пока нет. Эластаза кала у нее более 200, однако обратите внимание, насколько у нее высокая липаза крови. То есть это говорит о том, что поджелудочница страдает достаточно давно. А если вернуться к тому, что я говорила, то 30% детей имеют хронические панкреатиты, которые развиваются вследствие желчекаминной болезни либо нарушения билиардной функции. Проведение МРТ-холангиопанкреатографии. Я специально для вас поставила вот эти картинки, чтобы вы видели всю эту ситуацию. Значит, посмотрите, никаких аномалий развития не нашли. Вот он конкремент. Видите? А здесь очень хорошо видны протоки. Все-все-все протоки. Все видны. И вот они тоже вот здесь находятся в камешке. Два камня действительно по 5 мм. Желчный пузырь имеет перегиб в области тела. Но благо, что мы не нашли больше никаких изменений, ни изменений протоков, ни каких-либо других проблем. Поэтому здесь назначение любых препаратов, оно может назначаться. Только все надо делать очень правильно, потому что, во-первых, ребенок не очень простой. Во-вторых, непереносимость чистой осудозолевой кислоты в этой ситуации была. Вполне вероятно, что просто ее неправильно давали. Диагноз, который мы поставили ребенку, это уже наш диагноз, Ирина Николаевна, мы поставили хронический панкреатит, желчекаминную болезнь, или холилитиаз, который может звучать так и так, по разным данным можно это ставить, функциональный запор, ну и состояние после хирургической коррекции. Это диагноз по зрению, который у нее стоял и до этого. В терапии она получила очень коротким курсом ангибиторы протонной помпы. Она получила небольшое количество заместительной терапии препаратом, высокоактивным препаратом поджелудочной железы, получала она пангрол. И на этом, в общем-то, она достаточно неплохо себя чувствовала. Мы дали ей очень маленькую дозу, в связи с тем, что все-таки камни очень подвижные, дали ей препарат на основе артишок фитол, на который она перенесла очень хорошо. У нее улучшилось самочувствие, ушли все тошнота, горечь во рту, и улучшился стул. На этом мы ее выписали домой. Как на данный момент, пока не знаю, но думаю, что там все хорошо, потому что Кастрон-Террог мне тоже пока не звонила. Ну и дальше, наверное, Наталья. Уважаемые коллеги, ну вот несколько слайдов мы хотим показать вам на тему желчегонных завтраков, потому что на кафедре сделано исследование с профессором Пыковым Михаилом Ивановичем, и мы пытались сравнить эффективность желтков, традиционного завтрака хлеб с маслом, шикала от минеральной воды от донных магний, да, и капустного сока. Ну вот поскольку действительно все эти продукты абсолютно разные, вы понимаете, что желчь выбрасывается на каждый продукт в определенном количестве, а мы же хотим оценить функцию, поэтому с этой целью было запланировано уже более 10 лет назад совместное исследование с кафедрой учевой диагностики профессора Пыков Михаил Иванович, и у нас была совместная аспирантка Фарида Изадуст. Ну вот они изучали объемную форму желчного пузыря, не буду на этом останавливаться, но доказано, что время сокращения желчного пузыря, оно, вы видите, вот в определенной здесь разложены, и вот есть, стали были данные, как реагирует желчный пузырь на желток. Но желтки бывают разные, да, яйца по размеру разные. Желтки не всегда безопасны, потому что они сырые, особенно в больнице из-за солимонеллюза. Поэтому мы взяли стандартный желчегонный завтрак с сырым желтком, желчегонный завтрак с препаратом из экстракта свежих листьев артишока полевого, который называется хофитол, и детям до 12 лет мы использовали 3 мл хофитол, а после 12 лет 5 мл. Поэтому вот эти дозировки запомните, потому что мы в ближайшее время издадим в новые методические рекомендации, они были, но уже затерялись, да, и поскольку действительно мы получили патент на изобретение. И третий желчегонный завтрак был с минеральной водой донат магний, который назначали 5 мл на килограмм массы, поскольку магний, сульфат магний обладает желчегонным действием. Ну вот здесь представлены разные линии. Вот эта линия, это как раз, вы видите, оказалось, что, то есть где немотивированное сокращение, это оказалась вода донат магний, которая явилась непригодна в качестве желчегонного завтрака. А вот вы видите параллельные две линии, то есть это желток и хофитол. Поэтому с этих позиций хофитол безопасный, очень удобно дозировать по возрасту, и вы ожидаете, что выброс порции желчи соответствует тому дозе препарата, который вы дали. Поэтому сделан был вывод о том, что самым лучшим эффектом дает хофитол, поэтому родители могут его приобрести. В принципе, если у ребенка есть дисфункция билярного тракта, он и дальше его будет пить. Поэтому не все больницы могут его закупать, но в принципе для желчегонного завтрака родители могут прийти с препаратом. Поэтому экстракт сока свежих листьев артишока полевого, то есть он обладает желчегонным гепопротекторным свойством, ну и вот дозировка, которая я вам сказала, рассчитана. Подождите, пожалуйста. Если мы с вами посмотрим на принципы терапии, то мы с вами видим, что первое – это режим дня и диетотерапия. Надо просто помнить, что очень часто родители делают что? В выходные дни проснулись не в 8 часов, как обычно, а в 10-12 часов, поели в час дня, поели либо обильно, либо долго ребенок не ест. То есть резко нарушаются и диетические рекомендации, и нарушается режим дня, что не очень хорошо для таких органов, как пищеварительный тракт, потому что тут у нас собаку полова никто не отменял, все идет по рефлексам. Что касается диетотерапии, очень часто родители дают детям такие продукты, которые не должны даваться в детской практике. То есть продукты с экстрактивными веществами, очень много шоколада, копченые колбасы, копченую рыбу и так далее, которые являются, с одной стороны, где-то очень желчегонными, а с другой стороны, приводят именно к застою желчи, нарушению функции. Устранение первопричины – это заболевание желудочно-кишечного тракта, которое должны лечиться, тогда функция восстанавливается и без применения медикаментозной терапии. Существует еще медикаментозная терапия и неврологическая, психологическая коррекция, особенно для детей, подверженных эмоциональным стрессом. Если мы посмотрим, что такое артишок, то это растение было пищей королей богатых людей. То есть цветочная верхушка артишока приводит в движение пищеварительные соки. Это еще старые данные, которые были написаны. Это выдержки из высказываний великих. Артишок служит для излечения засоренной печени, почек, а также водянки. Это еще 1690 год. Артишок уничтожает зловоние из-под мышек, придает поту приятный запах, а также имеет свойство гнать зловонную мочу. То есть этот препарат, который вообще это растение, которое знали очень-очень давно. И в России артишок стали применять еще с 17 века как средство, способное лечить засоренную печень и почки. Активные компоненты артишока это цинорин, флавоноиды и инулин со скорбиновой кислотой, каротином, витамином и так далее. И все эти вещества, некоторые оказывают желчегонное гептопротекторное действие, некоторые улучшают окислительно-восстановительные процессы, фильтрационную способность почек и способствуют нормализации обменных процессов. То есть вот такой комплекс, казалось бы, обычного растения оказывает очень положительный эффект. И клинические исследования эффективности этого препарата начинались еще с 1931 года, когда применение экстракта артишока у больных с асцитом и припортальной гипертензии приводило к уменьшению диуреза и улучшению состояния. Стимуляция желчевыделения экстрактом артишока у больных с патологией гептобилярной системы это 1957 год. 1959-е увеличение холереза при приеме цинарина у пациентов с заболеванием печени желчного пузыря. И 1973 год постхолестоктомический и послеэпидемический эффект экстракта артишока тоже были доказаны. В настоящий момент мы с вами понимаем, что он оказывает. Все исследования, которые были сделаны по экстракту этого растения, это снижение биосинтеза холестерина в печени. То есть для нас, особенно для пациентов с гиперхолестериномиями очень хороший эффект. Антиоксидантное действие, повышение холереза, снижение холестерина, профилактика атеросклероза, снижение литогенных свойств желчи, особенно у детей, у которых есть синдром грязной желчи, когда еще нет камней, и нормализация кинетики желчного пузыря. Базизная терапия дисфункциональных рассорств билярного тракта. Это исследование, которое было проведено. Первая подгруппа, 25 человек получали хофитол, расчет дозы Ирина Николаевна сказала, и вторая группа контрольных получала плацебо. Вот это вытяжка из экстракта артишока, это препарат, который всем известен под названием хофитол. Клиническая эффективность препарата, если мы с вами посмотрим, уже этот слайд Ирина Николаевна показывала, когда говорила о запорах, то посмотрите, уже на седьмой день самые основные симптомы, боли в животе, тошнота, снижение аппетита и запоры, уже на седьмой день была разница в контрольной группе и в группе, получавшей препарат. А к 14 дню эта разница очень значима. То есть, посмотрите, боли в животе оккупировались практически полностью, тошнота, снижение аппетита, и запоры уменьшились значимо по сравнению с группой контроля. То есть, эффективность препарата абсолютно доказана. Влияние экстракта артишока на уровень токоферола каталаза у исследуемых пациентов опять-таки тоже положительный эффект в основной группе в группе контроля. Разница существенная. Коллеги, но это исследование проводилось диссертационно Светланы Шишкиной на кафедре. Верните, пожалуйста. И вот это исследование мы смотрели в склифе уровень прооксидантов и антиоксидантов. То есть, каталаза – фермент, который разрушает перекиси. Вы видите, что в основной группе, где получали артишок, после лечения в два раза выросла именно активность каталаза. Поэтому четко можно говорить о таком его выраженном антиоксидантном действии. Комплексные действия экстракта артишока – это первое. Нормализует процессы желчеобразования и желчеотделения. Объем выделяемое желче увеличивается на 30%. Сектреция с солей желчных кислот тоже повышается. Нормализуется тонус желчного пузыря и желчных путей, оккупирует воспалительный процесс желчевыводящих путей. То есть, имеет еще гепатопротекторное действие. С увеличением оттока желчи уменьшают внутрепеченочный холестаз, обладает мягким диуретическим свойством и снижает содержание азотистых веществ в крови, проявляет антиоксидантную активность, Ирину Николаевну Холодову. Ирина Николаевна. Пусть в табро. Глубоко уважаемые коги, после того, как вы, в общем-то, услышали о всех методах обследования по поводу дискинезии желчевыводящих путей и желчекаменных болезней, определились вы в показаниях для простых методик, для более сложных методик. Да, вот тут, пока я была в зале, поступил вопрос по поводу исследования функции желчного желчного пузыря, как проводится с весь завтраком. Действительно, такие попытки были сделаны, но сейчас очень многие от них отказываются. Этот метод не имеет большой доказательной базы, и поэтому мы о нем вам и не рассказываем. Когда будут какие-то большие исследования и доказательные базы, тогда мы этот метод обязательно вам расскажем, а может, от него и полностью откажутся. Я вам хочу продемонстрировать случай очень интересного ребенка. Интересен он тем, что это ребенок чисто поликлинический. Мы всегда в поликлинике стоим перед дилеммой, вследствие чего возникает болевой синдром или какая-то клиническая симптоматика у ребенка. Мы пытаемся понять, назначить терапию, сначала обследование, и у нас в поликлинической сети этот спектр обследования достаточно ограничен. С одной стороны, с другой стороны встречаются дети, которые не всегда адекватно реагируют на те обследования, которые мы назначаем. И проблема этого ребенка еще то, что он вырос в семье, где мама, педиатр, папа, мануальный терапевт, да, и, соответственно, у семьи няня и дитя без глаза, да, и плюс еще очень строгое было воспитание в семье и ребенок, в общем-то, который имел свои и психические особенности. Ранее она у нас абсолютно без особенностей, поэтому я даже не буду на нем останавливаться, очень редко болел респираторными инфекциями, перенес всего ведряную оспу и корь из детских инфекций, да, и вот имеет конституциональные особенности, ребенок остыничный, физическое развитие среднее, дисгармоничное за счет дефицита массы тела, имеются особенности психического статуса, очень ответственный, впечатлительный, беспокойный синдром отличника. Ранее жалоб со стороны ЖПТ не было никогда. Кроме того, у ребенка имелось множество страхов. Страх не успеть, страх не соответствовать, страх опоздать, страх что-то не доделать, но самый главный страх, который подчеркнул ребенок, это страх не соответствовать требованиям своих родителей. И вот в этом я считаю очень большая проблема этой семьи, этого ребенка. Вот первые симптомы заболевания появились две недели назад, когда он к нам обратился, в виде снижения аппетита были боли в животе мигрирующие, тянущие, тошнота, особенно по утрам и склонность к запорам. Два дня назад утром, причем ничем не лечился, соблюдали только диетотерапию. Два дня назад утром, после легкого завтрака, отмечалась резкая боль в животе, неукротимая рвота, с тех пор стала отказываться от еды, боли сохраняются, метеоризм, стула не было три дня вот к моменту осмотра данного пациента. Как я сказала, ребенок астеничный, бледный, сухой, при пальпации определяется болезненность в опегастре, положительные симптомы желчного пузыря терамерфия, положительный симптом со стороны поджелудочной железы Мэй Робсона, да, печень 0,1 верхняя треть, вроде бы ничего особенного, край печени был достаточно эластичный, неплотный. На УЗИ у этого ребенка отмечалось, ну, вы понимаете, да, это, конечно же, врожденная аномалия развития желчного пузыря, деформация вот такая желчного пузыря, он удлиненный желчный пузырь с деформацией, ни перетяжек, ни мембран никаких не было, но вот такая стойкая деформация, несколько были увеличены, вот видите, стеночки желчного пузыря, то есть явно у ребенка были симптомы холецистита, да, которые, в общем-то, в анамнезе были, скорее всего, симптомы холецистита, которые протекали вот с болями в животе, но ребенок, видимо, на них не жаловался, и было большое количество, извините, не жидкости, а жидкости в желудке, большое количество газов, да, и вот большое количество жидкости в желудке сыграло потом ведущую роль, почему мы назначили те препараты, о которых я скажу чуть ниже. Категорически ребенок отказался от гастроскопии, в капрологическом анализе была стеатаре третьего типа, то есть смешанная в биохимии крови, никаких особенностей не было. И вот имея такого ребенка, начинаешь думать, да, вот что же такому ребенку назначить, и чем был обусловлен такой болевой синдром. Более подробный анамнез позволил выяснить, почему же ребенок столько лет не проявлялись никогда у него эти симптомы, жалоб не было. Одна казалась, что ребенок, который проживает в Бутово, он с 1 сентября его перевели в школу на Кропоткинскую, вы представляете, что такое, из Москвы ехать, из Бутова на Кропоткинскую, в какую-то супергимназию, где он занимался достаточно долго, у него поменялся режим, поменялась школа, поменялась вообще диета, да, и самое главное было, при этом родители абсолютно не отказались от нагрузки, которую ребенок имел до этого. Он изучал английский, немецкий, китайский, ну сейчас очень модно в Москве вообще китайский язык изучать, да, он играл на скрипке, он рисовал, и при этом, вы видите, никакой физической нагрузки, да, вот только, только те мероприятия, которые вот он сидя, работает, и так далее. Все это, конечно, привело к тому, что накопившийся энергетический взрыв внутри, в виде того, чтобы он боится своих родителей, он боится все время что-то сделать не так, плюс вот те особенности, о которых я говорила, они привели к тому, что развился этот полевой синдром. Понятно было, что мы оценили его таким образом, вот как раз наличие жидкости в жевать, вжил большого количества жидкости в желудке, и учитывая, что ребенок описан явный полевой синдром, такой похожий на гипероцидное состояние, мы решили, что у ребенка есть это гипероцидное состояние, но доказать мы это не смогли, да, поэтому вот хронический гастрододениц в гипероцидном состоянии мы поставили под вопросом. На первом плане, учитывая данные УЗИ капрологии и биохимии, мы ему выставили функциональное гастроэнтестинальное нарушение, дисфункция сфинтера, оди по смешанному типу, да, и аномалию развития желчного пузыря, и остено-невротический синдром. И, исходя из этих диагнозов, была назначена терапия данному ребенку. Ребенок получал АМЕС короткое время, учитывая, что мы считали, что у него гипероцидное состояние, получал хофитол, через две недели у него сохранялось снижение аппетита, но он стал есть, у него периодически боли в животе отмечались, был выраженный метеоризм, и сохранялись запоры. В терапию были добавлены панкреатические ферменты, да, вот в данном случае мы его назначили пангрол. Вы сегодня уже много, наверное, слышали об этом препарате, да, хотела подчеркнуть, что это вот микротаблетированный препарат, очень хороший сейчас, высокоактивный, на основе панкреатина, который, вот для него не имело степени, что не имело разницы, что означает, креон или пангрол, потому что мы давали ему большую дозу. А вот когда речь идет о маленьких детях, когда им нужно дать 500 единиц, 1000 единиц, да, это очень сложно, креон дозировать, а вот пангрол, он как раз очень хорошо дозируется, потому что в одной мини-таблеточке пангрола содержится всего 500 единиц панкреатина, поэтому надо вам 1000 единиц, вы две мини-таблеточки дали ребенку. И еще особенность пангрола в том, что если микросфера часто прилипает к слизисту ротовой полости, то мини-таблеточки пангрола не пронипают, и очень хорошо ребенок их глотает самостоятельно. И вот мы ему назначили пангрол на две недели, но через две недели аппетит у него улучшился, он даже немножко веса прибавил, оставался метеоризм и запоры. Пангрол, мы ему отменили, ему ингибиторопротоновые пумпы, пангрол увеличили до 30 тысяч, и через 7 дней жалоб ребенка не было, лечение продолжено было еще 7 дней, и, в общем-то, больше ребенок не обращался, по телефону у нас был кота, у нас через 3 месяца жалоб не было. Однако через 5 месяцев мама сама позвонила и сказала, что у ребенка было очередное обострение, очень сильное, после эмоционального стресса в школе, но мама уже примерно понимала, какие препараты нужно назначать, она назначила его препараты, и у него было быстрое исчезновение всех патологических симптомов в течение двух недель. Вот данный случай он ясно показывает о том, какие сложные дети у нас сейчас, какие их особенности и психики, да, и физического статуса. И, наверное, мы с вами тоже, ну, кстати, если мама педиатр, папа мануальный терапевт, так своим ребенком занимаются, так его нагружают, то, конечно, что мы требуем от других родителей? Вот, наверное, нужно больше разговаривать с родителями, чтобы они больше уделяли внимание и физической нагрузке этих детей, чтобы они больше занимались их диетотерапией, больше прислушивались к болевому синдрому, ведь наверняка у этого ребенка и раньше были боли, на которые просто родители не обращали внимания, учитывая вот такое состояние гепатобильярдной системы. Спасибо большое. Спасибо.